здравствуйте дорогие друзья с вами снова елена и наши гороскопы напоминаю в конце видео каждого существует логотип нажимайте на этот логотип переходите на главную страницу маэстро мажор ознакомьтесь с плейлистами каждый найдет там что-то интересное все-таки у нас энциклопедия для начинающих хозяев и хозяев так что там что-то найдется для вас приятное а мы переходим опять гороскопом и говорим о гороскопах животных подошло время озвучить как раз у нас с вами судьбу собак рожденных под знаком рака могу сказать что они имеют свои специфические черты по звездам они необыкновенные домоседы так что дорогие домоседы вы искали себе животное которое будет самозабвенно с вами сидеть и не желать выходить за территорию вашего горячего любимого дома это собака рак и повышенная эмоциональность но и как помните пожалуйста как и люди рожденные под этим знаком они рождаются под влиянием луны поэтому у них очень повышенная эмоциональная чувствительность ко всему происходящему вокруг них и невероятная обидчивость поэтому это собаки не для каждых а для очень благородных и душевных людей которые никого не обижают внимательные к окружающим но вот для таких людей и создана собака рак но альба и нюансов сейчас расскажу по подруге поскольку собакой раком управляет планета луна то понятное дело что эмоциональный фон и внутреннее содержание у этой собаки на очень высоком уровне она необыкновенно обидчива она необыкновенно чувствительна это собаки не для грубых людей дело в том что если вы не сдержаны на язык сразу риски на расправу то это собака категорически вам не подходит безусловно дорогие мои друзья пережив обиду эта собака начнет вам стить это неизбежно это к собственно говоря и свойства и знака рака в человеческом исполнении ведь вы ее обидели быть может даже не заслуженно вы такой нервный и импульсивный вам было плевать что при этом испытывает ваша собака в отмиску она может начать вам гадить гадить причем будет художественно именно из всех стоящих туфель в районе двери нагадит она это своему обидчику или в хозяйственную сумку или в его рабочий портфель ну короче все что доступно она это сделать непременно она может объявить голодок в прямом смысле этого слова причем этот процесс будет достаточно затяжной поскольку как и человек рак пережить обиду и очень быстро оправиться это животное не в состоянии поэтому это будет очень глубокая душевная травма если в вашем доме по каким-то причинам перри произошло то о чем я сейчас рассказала помните значит вы где-то были к ней нелояльны не душевны перегнули палку оскорбили и собака не имея возможности вам рассказать об этом горе сделала только то что она сочла нужным этот маменька говорится нашли у себя в туфле подарок подумайте чем это обусловлено у этой собаки есть еще одна особенность которой вы быть может столкнетесь потому что она достаточно часто будет и почему-то это делает особенно художественно по ночам но опять же вспоминайте пожалуйста рак для него ночной образ жизни это совершенно естественно сходит луна ему становится хорошо но если луна еще проходит по знакам рака и скорпиона то у вашей собаки бывает просто приступы желания повыть в этот период это к сожалению их особая тонкость излечить их от этого достаточно трудно во всяком случае при помощи битья практически невозможно поэтому или воспримите это как должное или не оставляйте ее в одиночестве часто когда эта собака находится в изоляции и не может быть рядом с хозяином она это ознаменовывает вот этим душераздирающим ночным боем одиночество она не выносит если бы могли заглянуть в душу этой собаки вы бы к ней были более ласковые и лояльны никто не может так любить своего хозяина никто столько души не вкладывает в эту любовь как собака рак это невероятно конечно дорогие мои друзья и если отношения с хозяином не складывается или хозяин свой негатив который он приносит с работы перекладывать на собаку учитывая что у нее достаточно развита нервная схема и она часто перегружается и чувствительная нервная система собаку можно обогнать действительно в депрессии собачьей депрессии тоже существует обычно она выглядит как полная безучастность собаки нежелание играться вставать с одного места она не хочет питаться она не хочет пить воду то есть у вас на глазах она начинает засыхать так вот подтолкнуть собаку рака к этому состоянию можно не обязательно физическим делом а вашим невниманием тем что вы на нее срываетесь окриком даете всячески понять что она не к месту вот поэтому я вас очень прошу люди раки очень чувствительны в этом моменте и очень долго прощают собака в этом смысле от них не отличается не допускайте даже ситуация в которой возможно ваше горячо любящее животное почувствует себя нелюбимым из этого состояния она будет выходить очень долго и вам придется не бугликами завоевывать ее внимание вновь а своей душевностью получится поэтому лучше этот баланс не нарушайтесь сразу у этой собаки невероятное чувство привязанности к дому буквально родные стены она себя в них лучше чувствует члены семьи тоже невероятно важные люди в ее жизни есть типажи собак который болезненно переносит даже скандалы внутри семьи и вот собака рак в этом деле особенно чувствительная если у вас не ладятся отношения если у вас в доме конфликты и скандалы то ваша собака может даже физически заболеть если у вас есть глаза и не совсем здоровая атмосфера в доме можете понаблюдать если у вас есть собака рак как только между вами разрождаются перепалки она чувствует себя несчастной влекнет даже у нее шерсть она забивается какой-нибудь угол и мучительно наблюдать за вашей катавасией поэтому в некотором смысле это конечно если вы у вас не лучшие семейные отношения то ваша собака страдает вместе с вами а ведь у нее такие есть замечательные качества невероятные это одни из самых лучших собак нянек доверить ей ребенка особенно в исполнении собаки коле это как за каменную стену его положить невероятная нежность забота он не успеет там пикнуть уже она возле него уже она вся его готова согреть ободрить и всячески помочь у них вот как бы дети дома это вообще как сказать собственное потомство невероятная радость у собак когда они могут ухаживать за детьми они невероятно чувствуют когда вы болеете готовы рядом с вами сидите всячески вам помогать они невероятно преданны престарелым членам семьи поскольку считаю что именно этим людям они нужнее всех уникальные собаки невероятно щедро отдающие свое тепло готовы поделиться своей энергетикой так что в лекарственных целях так сказать вот этой биотерапии они невероятно продуктивны и в этом смысле конечно дорогого стоит обстоятельства в жизни людей бывают разные иногда по силу причин переезда люди как бы оставлять животное пусть и в хорошие добрые руки надежде на то что она обретет новый дом и как бы не будет чувствовать себя обездоленным любая собака может влиться в такую ситуацию но собаки раки они как правило однолюбы и никакая самая мягкая постилка и самое доброе отношение незнакомых людей для нее не есть компенсация потери родного тому к чему она привыкла поэтому к сожалению если в жизни собаки рака случается такой нюанс как отъезд переезд ее невозможно взять для нее эта трагедия пожизненная и бывают ситуации когда они так и не приживаются в новых семьях ворают болеют в конце концов они могут из изменить свой характер что бывает даже чаще они были размеренными мудрыми такими степенными потом начинают часто огрызаться подвижные хаотичные всегда под ногами суетятся кого-то ищут ну то есть дискомфорт создает в том месте который их отправили приживаться вот эта повышенная нервозность постоянный бой лай это ответ на то что они не находят тех кому они привыкли поэтому это очень болезненно если у вас собака рак сделайте все возможное чтобы она смогла с вами путешествовать уехать вместе с вами чтобы она чувствовала от вас ту опору в которой нуждаются ну вот такая и душа вот такая специфика в этом плане она очень напоминает и знак рака который достаточно привязываться тем кого любит очень болезненно переживает момент расставок собака рак знает в лицо всех членов семьи и необыкновенно о них заботится действительно она такое ощущение что она знает что каждый от нее хочет и как бы всегда запоминает привычки всех членов семьи чем это связано у нее невероятная память собака рак помнит все до невозможности где лежит какая вещь в данном случае всех членов семьи если кому-то из тех кого она выбрала себе в друзья угрожает опасность а делает она это всерьез вот если например у вас уставили собакой раком дружеские отношения это на всю жизнь она вам будет также дружественно предана на протяжении всей вашей жизни это тоже дорогого стоит если вдруг по каким-то причинам она посочет что что-то угрожает вам то она становится необыкновенно отважной и агрессивной и защищает вас таким невероятной мощью и усердием то это да действительно выглядит достаточно серьезно то есть врагу не поздоровится имея совершенно покладистый характер для членов семьи она совершенно непримирима и отважно под всекание от вас всяких врагов и недоброжелателей поэтому в этом смысле она еще является прекрасным сторожем и верным вашим другом так что у нее особенные почти человеческие качества я ничуть не дорисовываю их сущность если вы прониклись тем что я вам сейчас рассказал помните что существо подобного рода с такой чувствительной и тонкой душой соответственно надо относиться вы должны быть необыкновенно к ней добры и ласковы поверьте мне это вы мимоходом думаете что там что там лежит на коврике пройду щас пнули и и ничего не случится а пинки и речи нету ваша сама карак невероятно ориентирована даже на тон с которым вы разговариваете если чувствует раздражение начинает это принимать на свой счет она конфузица она стесняется то есть ваши все крики и окрики ваши скандалы которых я говорила она это все воспринимает на свой счет считает что она не нужна что допустим она лишнее в этом доме даже до этого доходит отсюда такая невероятная трагическая реакция на такие вот громкие голоса вашем доме она миролюбец она мечтает чтобы в доме было тихо что все друг другу были рады что все улыбались вот в этой атмосфере она вас просто задушит своей лаской своей любовью а если в доме что попало да еще вы приходите начинаете на ней испытывать свой характер или выплескивать свое зло то она надолго может уйти в себя настолько долго что может отказаться на длительный период от еды и воды и быть может вам вы не успеете ее спасти в лучшем случае все закончится капельницами когда вы будете спасать ее жизнь поэтому это истории жизни она слишком чувствительна чтобы долго жить на белом свете и рассчитана только для благородных и светлых людей которым она отдаст всю свою любовь и ласку если вы прониклись моим рассказом и решили что у вас доме должна появиться собака рак это выбор прекрасный но одну особенность вы должны знать дело в том как что как все знака рака и люди и животные она не бы это же собака будет необыкновенно ревнива и не потепит что у хозяина распыляется внимание он еще кого-то любит так же как и ее поэтому присутствие себе подобных то есть собак котов хомячков рыбок и прочего люда который может отвлекать внимание хозяина от парт персона собака рака она не потерпит поэтому это тот типаж животного который очень тяжело вливается уже устоявшийся коллектив имеется ввиду себе подобных и соответственно счастливой себя в таком сообществе не чувствует поэтому дорогие мои друзья вот эту особенность надо учитывать и даже если она терпит по каким-то причинам чтобы угодить вам хозяину остальных вот этих вот питомцев то в глубине души она обездолена несчастная ей в этом доме некомфортно она желает иметь контакт с хозяином с глазу на глаз и со всеми членами семьи в том числе чтобы никто не затмевал персону хозяина и не распылял его драгоценное внимание так что они индивидуалисты и собственники появление в вашем доме собаки рака или любой другой собаки любого другого знака но которую вы именно приобрели для себя в период прохождения знака рака свидетельствует о том что это напрямую касается вашего дома рак это символ семейного очага возможно вы мечтаете о своем доме о своей квартире возможно у вас стоит вопрос о защите собственного имущества то есть что то угрожает вашему дому там невыплаченная ипотека еще какие-то причины вот именно в эти моменты появляется собака рак и несет с собой надежду о сохранении этого дома при умножении и благосостоянии вашей семьи все что связано с домашними делами и дому это все символизирует ваша собака рак для людей одиноких из и так сказать которые еще не обрели себя в семейном счастье появление собаки рака может обозначать возможный брак обретение семьи избавление от одиночества это тоже еще одна из функций собаки рака то есть ваша семья будет укрепляться возможно в ней скоро появятся дети то есть ваш мир будет похож на семейный дом на семейный очаг и все вокруг будете заниматься домашними семейными делами обретете квартиру обретете жилье так что все это вам сулит собака рак и ваша интуитивная покупка этого животного даже если вы не опирались на гороскоп в некотором смысле связано с изменением в вашем доме и вашей семье женитьбой обретением ребенка покупкой квартиры или так далее и тому подобное так что это тоже интересный факт из жизни многие рассказывают что с появлением собаки рака невероятным образом налаживаются отношения между родственниками если у вас были трения дети родители они куда-то испаряются и вообще как приятное явление вы часто начинаете вспоминать о детстве его безоблачных временах ощущаете прилив ностальгии приятный и когда все ваши мысли связаны с домом и домашним уютом по моему замечательные явления которые пробуждают вас собака рак силу своей природной сообразительности и желание угодить хозяину собаки раки неплохо дрессируется если ваша собака относится крупной категории и легко можно научить носить и сумку с продуктами то есть а она это делает с удовольствием как бы смысле помощи если собачка маленькая то тем не менее основные навыки дрессуры она прекрасно усваивает единственное помните что лозунг знака рака это тише едешь дальше будешь поэтому торопить во время дрессировки свое животное категорически возбраняется и любые его успехи ознаменовывать любовью лаской по ощущениям на которые собака реагирует необычно хорошо поэтому в данном случае вот эти ваши по ощущениям для нее будут важнее чем даже прикорм который имеет неизгладимое впечатление на другие знаки зодиака так что дорогие мои друзья дрессируйте но с умом очень бдительно и внимательно поверьте мне это очень если вы дрессировку начнете в раннем щенячьем возрасте и поставить во главу угла этой дрессировки взаимопонимание и поощрение именно душевное то ваша собака легко может стать медалистом и образцом о вопросе дрессура за ними это водится в умелых руках хозяев так что дорогие мои друзья потенциал этой собаки огромен плюс возьмите во внимание еще и великолепную память благодаря которой она запоминает неплохо команда вот и откладывает где-то там на полочку так что всегда готова служить саму дорогому хозяину это очень важно по поводу здоровья здоровье относительно ничего себе но эти собаки склонны к ожирению и у них очень тонкие так сказать нюансы с желудочно-кишечным трактом поэтому пища предложенной этой собаки должна быть всегда доброкачественной вот и желательно какое-то расписание все-таки медь в кормлении это дорогого стоит во всем остальном ваша собака относительно здорово так что такой нюанс и легко собственно говоря и устранить при желании необыкновенно гармонично эта собака подходит скорпионам и рыбам так что дорогие скорпионы и рыбы если подыскиваете себе подходящую по духу животное обращайте внимание на собаку знака рака с кивой и тельцом у рака необыкновенная дружба и взаимопонимание поэтому собственно говоря этим знаком тоже стоит заводить собаку рака козерога вены весы эту собаку должны избегать особого душевного контакта не получится можно сказать более конфликтные отношения чем хотелось бы вашему животному все остальные могут спокойно заводить эту собаку и зная о ее нюансах если вы внимательно прослушивали то что я говорила с ней легко установить добросердечный приятный во всех отношениях отношения ну и дорогие мои друзья резюме это собака необыкновенным образом чувствительны ко всему что происходит в вашем доме она невероятно болезненно переносит негативы которые в вашем доме ваши скандалы ваши разводы отсутствие того или иного человека и членов семьи которых она невероятно собственно запоминает и всегда рада видеть эта собака небывалым образом расположена к вашим детям и пожилым людям которые возможно чувствуют себя в некотором смысле тоже одинокими обездоленными в силу нашей кипучей жизни когда вы уходите из дома это собака невероятно может окружить любовью тех кто в ней нуждается поэтому у нее есть необыкновенные плюсы это собака для душевных людей глубоко ценящая свой дом смотрящая на этот дом как на полную чашу и и крепость который легко и уютно может быть силу этого ваша собака рак так не любит гостей которые вы быть может иногда собираете своих стенах лишние люди собаки раку в доме не нужны хватит и тех кого она что вы любите с вами во время